И не работайте, и не работайте. Вот у меня. Так, сам того не желая, водитель «Газели» оказался окружен вниманием местных жителей. Все они твердят как один. Автобусы единственного в их жилом комплексе 277 маршрута ходят редко. Иногда их приходится ждать часами. Вот идешь полдороги пешком, полдороги тебя кто-нибудь подвезет на машине легковой и скажешь спасибо, добрый человек, что ты подвез. Это безобразие, безобразие. Уехать из Новой Максимовки нелегко. А добраться туда из города иногда еще тяжелее, рассказывают местные жители. В вечернее время и выходные, праздники, отсюда вообще нереально уехать. Большинство людей пользуются услугами такси. Это дорого? Долго получается, некоторые в день по два-три раза вынуждены в город ездить. Смотря куда ехать, там минимум 200-300 рублей. Сами водители с доводами жителей Новой Максимовки не согласны. Говорят, ездят через каждые 15-20 минут. А как часто вообще ездите? Вот, бывает там 15, бывает 20 минут. Ну, говорят, люди по полтора часа ждут. Я за другие не отвечаю. За другие не отвечают. Мы позвонили в приемную компанию перевозчика Арбат Плюс, чтобы узнать их мнение на этот счет. А подскажите, как можно связаться с администрацией вашей? Ну, сейчас в данный момент руководитель уехал. Ну, вы оставьте свой номер телефона и руководителю передам. С нашей редакцией из компании Арбат Плюс так никто и не связался. Тем временем в Уфимской мэрии сообщили, что в будни часы пик автобус 277 ходит каждые 17 минут. По выходным 20-30 минут. Один из способов решить проблему – привлечь дополнительных перевозчиков. На данный момент до Новой Максимовки они просто не доезжают. Перевозчику компания Уфолайн, обслуживающему маршрут номер 288, оздоровительный комплекс Сипайловский-Максимовка, направлено письмо о рассмотрении изменения схемы движения маршрута путем заезда в микрорайон Новая Максимовка. Изменит ли другой перевозчик схему движения, пока неизвестно. Но в одном местные жители уверены, наверняка, такому исходу они были бы очень рады.